Приветствую вас. Правда в том, что бороться с тем, что вы описали, в общем-то не нужно, потому что ненависть, которую вы к себе испытываете, непринятие себя, которое вы ощущаете, это следствие ваших естественных потребностей, ваших естественных желаний, которые у вас есть, то есть, например, это так называемое инверсивное чувство к себе, то есть инверсивная любовь, то есть вы любите себя, к примеру, у вас есть чувство к себе, к примеру, то есть, ну, это нормально, да, нормально, что вы себя можете любить, нормально, что вы себя можете как-то, ну, относиться к себе хорошо, вот, и так на самом деле вы к себе и относились изначально, то есть изначально вы относились к себе хорошо, вот, но благодаря вашим отношениям в семье, скорее всего, вы стали относиться к себе очень плохо, вот, потому что ну вас так вот приучили, то есть вас приучили относиться к себе плохо, приучили к тому, что вы плохой, приучили к тому, что вы, там, не имеете права ошибаться, допустим, приучили к тому, что вы не можете совершать ошибок, вообще никаких, вот, и я полагаю, что именно это и является ключевым моментом, ключевой проблемой вашей, что вы не допускаете ошибок для себя, хотя ошибки для любого человека это абсолютно, абсолютно нормально, вот, и когда вы перестанете в процессе психотерапии считать себя исключительным, когда вы в процессе психотерапии, к примеру, признаете этот факт, что вы такой же человек, как и все, все, что вы имеете право на то же, что и все, вот, и когда вы начнете, опять же, благодаря психотерапию психотерапию видеть для себя плюсы в ошибках, вот тогда-то вам и, значит, тогда-то вы и сможете освободиться от того, что с вами сейчас происходит, вот, понимаете. Так что, я думаю, вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Обращайтесь, будем разбираться, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.